Полиция ищет виновника тяжелого ДТП во Владивостоке. Трагедия произошла в районе дома номер 12 по улице 40 лет в ЛКСМ в понедельник вечером. Водитель автомашины «Вольво» не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, семью из трех человек – маму, папу и их ребенка. Водитель с места автоаварии скрылся. Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморского края, оперативно была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролась за жизнь пациентов. Но травмы, полученные в страшном дорожно-транспортном происшествии, оказались несовместимы с жизнью. Врачам не удалось спасти двоих пострадавших. 34-летняя женщина и ее двухлетний ребенок скончались. За жизни матери и ребенка боролись нейрохирурги тысячекочной больницы. Отец, который также сильно пострадал в ДТП, находится в больнице. Тем временем полицейские установили личность виновного в ДТП и просят общественность помочь в поисках преступника. По данным правоохранительных органов, за рулем «Вольво» мог сидеть Тимченко Николай Александрович, 1982 года рождения. Известно, что он уроженец Казахстана. Водительское удостоверение получал у себя на родине. Когда полиция пришла к нему домой, по месту регистрации выяснилось, что он прибежал домой, в темпе собрал сумку с вещами и скрылся в неизвестном направлении. Кстати, этот «Вольво» был выставлен на продажу. Через пару часов после аварии объявление было удалено. Также мужчина удалился из всех соцсетей. К поискам водителя подключились неравнодушные жители Владивостока. В группах WhatsApp и социальных сетях создаются специальные чаты. Организаторы таких стихийных сообществ предлагают отправлять им любую информацию, которая поможет в розыске предполагаемого виновника происшествия. Его профиль в социальных сетях удалось найти журналистам агентства «Прима-Медиа». К ним обратилась девушка, которая знакома с предполагаемым виновником ДТП. По ее словам, мужчина с таким же именем и возрастом, которые указаны в ориентировке полиции, за несколько дней до трагического происшествия ввел с ней переписку в WhatsApp. Также журналисты агентства нашли профиль Николая Тимченко в социальной сети ВКонтакте, где данные также совпадают с ориентировкой полиции.